Первые бои латышских стрелков, когда им удалось остановить волну немецкого наступления, это и первые бои для Артурса, молодого парня, который отправился защищать свою землю во время Первой мировой войны. Исполнителя на эту роль выбрали из тысячи претендентов, и он обычный школьник из поселка Турлова Кулдыгского края. Без актерского опыта, но с ролью справляется отлично, говорит режиссер картины Дзинтерс Дрейбергс. Для меня самое хорошее качество, что у него есть, это трудолюбие. Это первые дни съемки очень сложные были, он должен был и плавать, и бегать, и все такое. Что мне очень понравилось, когда он пошел покушать вечером, это через 12 часов съемки, он стал кушать и просто заснул. Значит, все свои силы он оставил на съемки, и это просто прекрасно это видеть. Своего персонажа, стрелка Спилву, актер Реннер Зелтенш сравнивает с героями произведения «Макс и Мориц», которые известны своими проделками. Спилва грубоват, немного вульгарен, но при этом всегда готов поддержать веселье, рассказывает актер. Первое чувство быть в большом кино очень особенное. Я горд, что могу сниматься в таком фильме. И я первый раз испробовал, как это быть актером, и могу сказать, это большое искусство. Это профессионально трудно. Когда происходит съемка, видишь этот объем, как мы здесь работаем, и профессионализм команды. В тот момент появляется чувство, что это большое приключение никогда в жизни не забудется. В массовых сценах на этом этапе съемок задействовано около 300-400 человек, рассказывает режиссер. Люди приезжают даже из самых отдаленных уголков Латвии. Это самое большое спасибо, которое сейчас сказать. Потому что это, если честно, мне трудно понять, как это красиво, что люди, которые работают, у которых своя жизнь, у них эта идея про стрелков так важна, что они готовы дать самое ценное свое время, чтобы здесь быть. Снимать легко, признается режиссер. Все настолько мотивированы, что готовы подолгу сидеть и ждать, когда, например, скроется или выйдет солнце. Или даже купаться в море при 15 градусах. Они должны были бегать много раз, и больше, чем час они привели в море. И никто вообще не сказал, что это было трудно, и не будут больше приходить. Все были довольны. Это прекрасно. 50 людей, которые готовы сейчас купаться. Но достается и исполнителям главных ролей. То в траншеи на голову сыпется земля, то льется вода, то весь день по колено в болотной жиже. Сегодня еще очень тепло, но будут съемки эпизодов боев в январе. Тогда будет уже гораздо неприятней. Хотя и сейчас есть грязь, и песок на зубах, и лицо в грязи. Но это все для дела. Так происходило, и мы стараемся это все по возможности аутентично отобразить. Взрывы, выстрелы, хоть и холостыми, но по-настоящему оглушают. Винтовки тех лет, как и немецкий пулемет МГ-08. Мы занимаемся военной реконструкцией. Вот именно Латвий Шустрел на их секлу придут. И также участвуем в съемках фильмов, где предоставляем все реквизиты, оружие, форму. И для нас очень важно именно воссоздать ту форму того времени. То есть мы очень внимательно смотрим, чтобы пуговички все соответствовало так, как было в то время. 800-страничный роман «Души в снежном вихре» латышского писателя Александра Грина будет экранизирован к 100-летию Дня Лаучплессиса. Премьера назначена на 11 ноября 2019 года. А пока идет второй этап съемок фильма из четырех. Галина Солодовник, Ришини Слейтис, Латвийское телевидение.